Талмуд Наша история, мы рассказываем историю, мы читаем и учим историю о году из Талмуда. Мы ее прервали на прошлом уроке, закончив урок, на том месте, что рабан Гамлиэль потерял свой пост Наси и стал просто одним из рядовых мудрецов в доме учения. Так он учился вместе со всеми, а Наси вместо него стал раби Элазар Беназари, которому в тот день, когда его назначили, в этот день, так написано, Туайом, ему исполнилось 18 лет. Начинаем читать. Это множественное число свидетельства. В этот день изучалось свидетельство, изучался трактат, трактат Масехет в женском роде, поэтому в женском роде Нишнет училась. Тарактат, который называется Эдует. Мы как-то говорили на эту тему уже, что в этот день, вот именно сейчас мы про этот день говорим, собрались все ученые, и даже те, которых раньше, может быть, боялись войти сюда, потому что не все обладали правом зайти в БТА Медраж, в дом учения. И все, кто знал какие-то законы, неважно на какую тему, на все законы, которые касались Торы и заповедей, все это было записано, обсуждалось, и принимались некоторые решения. Вот так составили трактат Эдует. В этот день, так мы кончали в прошлый раз, исполнилось 18 лет рабе Лазару Беназаре, и в этот день изучался трактат Эдует. По-моему, уже как-то однажды говорит, что есть другая трактовка Эдиет, сказать, которое значение имеет немножко другое, а то свидетельство. «Веколь гейха да амринан боба йом, агуй йома гавы». «Веколь гейха и каждая гейха там, и каждая там называется везде, в любое место, де, о котором сказано боба йом, в любом месте в Талмуде, где написано боба йом, так это агуй йома гава». Этот день и был, а именно, когда назначили рабе, когда свергли раба на Гамлеэля с поста на си, и был избран рабе Лазар Беназаре. Читаем дальше. «Шило пиршуа», которое не объяснили бы и не узаконили, не записали бы, потому что увеличилось, как все отметили, число допущенных мудрецов в бейт-а-мидраж. Мидраж дроша – это толкование Торы, так называется. И сейчас любой зал, где в Ешиве, в Кололе, где сидят и учатся, называется бейт-а-мидраж. Там, где учатся, не только молятся, а именно учатся. Читаем дальше. Рамбам написал, потому что вообще-то он не собирался отказываться, бит-а-тура, да, отказываться от изучения Торы. А Эйн-Яков написал, потому что он не хотел увеличивать споры между мудрецами. Вот видите, он не ходит сюда. И чтобы был мир между мудрецами, он продолжал приходить в бейт-а-мидраж, хотя мог бы учить и дома, у себя. Как, например, поступали многие мудрецы. Гаон в Вильнюске учился, не, бит-а-мидраж, а у себя дома. Эйн-Яков – это сборник Талмуда. Весь Талмуд был составлен… Из всего Талмуда были извлечены все Агадот, все места, где идут некоторые истории, рассказы, эпизоды, повествования, в том числе и высказывания мудрецов. Интересно, любопытно, но и даже относящиеся к Геомаре, но сами по себе они были в таком драматическом, особо драма, да, в виде. Один сказал другому, а тот, например, возразил и не захотел его слушать. Такая история обязательно будет написана в Эйн-Яков, сборника Агадот у Вильнюска Талмуда. Там очень интересный комментарий. Так или иначе, Рабан Гамлель не уклонялся от обсуждения в Доме учений ни на один час. И нам он советует также. И тут же приводится доказательство того, что Рабан Гамлель участвовал во всем этом. Одна сцена записана, сейчас она будет приведена. И она стала, легла в основу закона, на нее ссылается, она очень важная. А тут она приведена вроде как просто доказательство. Смотрите, Рабан Гамлель тоже учился со всеми вместе. Сейчас в этой сцене будет участвовать Рабан Гамлель и Раби Ашуа. Раби Ашуа, который был участником того конфликта, в результате которого и Рабан Гамлель сняли с поста Наси. Вот два умнейших человека, сейчас они здесь будут участвовать. Дитнан, как учили в Мишне, это трактат Едаем, он описан специально, отдельно, 4 глава, 4 Мишна. Есть такое Едаем, что касается законов, связанных с руками, на телат Едаем. Едаем. Там так учили. Видите, как мы говорили, в этот день, теперь мы знаем, что именно в этот день, когда он назначил Раби Лазар Абназари. Баба Йогуда Гер Амуни, пришел человек по имени Иуда, он был Гером, да еще не просто Гером, он был Амуни, из народа, житель страны Амон. Она известна, где она находится, на том берегу в горах Мертвого моря. Да, примерно на этом уровне. А чуть еще южнее Муав, под Амоном, находится Муав. Это сейчас неважно. И вот пришел этот Гер из этой страны, Амонеец, называется Гер Амуни Амуни, это Амонеец, житель страны Амона, Амонеец. Лифнеегем к мудрецам, бывает Амидраш, к ним, к мудрецам, до мучения. Он перешел в еврейство. Амар лайм, и сказал он им, ма, ани, лаво, бекигаль. Ма, раз начинается ма, это значит, каков закон. Просто слова «закон» здесь не будет. А дальше просто предложение, ани, лаво, бекигаль, я войти в общину. Такой набор слов, но это звучит все это, что говорит закон по поводу моего вхождения в общину Израиля. Могу ли я жениться на еврейке? Это называется «в общину Израиля», значит, он же Гер, еврейство перейти мог. А теперь может ли он войти в общину? Каждый раз, как говорят, не может войти в общину. А это сказано, сейчас мы скажем, где, про жителя, про амонейца из Омона, из Моавы и египтянина. Так сказано, сколько поколений не может войти. Тоже непростая вещь. Он женился на такой же Георрот из того же Омона, их дети-омонцы. Что значит поколение этого, второе поколение, они не евреи. Непростая вещь. Мы сейчас не будем заниматься этими законами. Но он пришел, спросил, каков это закон. И он использовал язык вообще самой Торы. Так в Торе написано, книга Дворим, 23 глава, 4 стих. Там так написано. Не войдет, запрещается войти, не войдет амонеец-моавитянин, амонию-моави в общину Всевышнего. Ба-кегаль, бэ-кегаль-то, если будет в смеху тебе, бэ-кегаль-хашем. Так написано. А что со мной? У вас там написано так. Ну, я вот Герр. Могу я войти или не могу? Так он пришел с этим вопросом. Амарло-рабан-гамлель. Сказал ему, рабан-гамлель, этому Геру. Асур-ата-лаво-ба-кегаль. Ба-кегаль. Запрещено ты войти в кегаль, в общину. Запрещено тебе войти в общину. Они используют язык Торы просто. Поэтому такой свойств протяжей. Асур-улиха, сейчас мы бы сказали, да? А тут сказано, асур-ата. Ты запрещен Торой для того, чтобы войти. Видите, сколько нужно слов ставить? Для того, чтобы войти, тоже в инфинти-лаво, в общину. Амарло-раби-ашуа. Раби-ашуа сказал совсем другую вещь. Смотрите. Мутар-ата-лаво-ба-кегаль. Разрешается тебе войти в общину. Вещь эта очень непростая. Все это одновременно происходит. Все это сидят в бет-медраж. И он пришел. Они не просто изучают закон, они устанавливают закон. Вот пришел человек с конкретным вопросом. Есть такое правило. Она написана в Ниде, в 20-й лист, 2-я страница. Согласно этому правилу, мудрец, если один мудрец запретил, второй не может разрешить. Пришел один человек и говорит, вот у меня такой-то вопрос, можно ли сделать конкретно, практически не, можно ли есть свинину. Не об этом. Что в моем случае здесь сделано сейчас? Если кто-то запретил, он должен прийти сказать, мне запретили. И второй уже не может сказать, нет, нет, отменяется это. Ну, понятно, что всякое бывает. Если человек прошел неизвестно к кому, тот ему запретил, а потом он пошел к Равину, Равину посумеялся, сказал, ну что это такое. Конечно, тебе это можно. Это понятно. Это называется не два мудреца. Он должен ходить к известно кому. Он должен ходить к мудрецам Торы. Они приняты. Не тот, кто уже заявил об этом, и у нас, в нашем месте других нету. Вы беспокойтесь, чтобы был. Это отдельный разговор, мы сейчас это не проходим. Но запрещается. Как здесь случилось так, что один сказал нет, а второй сказал да. Так вот, Тософот объяснили. Оказывается, если два мудреца сидят одновременно, в одном доме учения, один может разрешить то, что запретил другой. Вот сейчас у них и произойдет это обсуждение. Понятно, что это не должно быть таким образом. Один говорит, нельзя, а второй сидит в другом углу. Можно, и общаться друг с другом не будет, это скандалы и ссоры. Это не мудрецы. Но здесь можно будет. Сейчас все будет объяснено. Пришел, первый ответил Рабан Гамлель. Заметили, здесь нету Наси, здесь нету Раби Лазара Беназария. Отвечает Рабан Гамлель, как старший из них всех по уважению. Хотя по возрасту Раби Ашу старше его. Но сначала говорит Рабан Гамлель. И он, наверное, так это происходит. Пришел и сказал, вот я должен решить вопрос. У меня уже есть шедух, еврейка. Я из страны ОМОНа. Вот моя прописка, вот мой паспорт. Я хочу быть евреем. Гер я уже. Так скажем, если некоторые говорят, что он еще не принял, он только хотел принять ги-юр. Ну, предположим, он уже сделал ги-юр. Я хочу войти в еврейский народ и чтобы у меня дети были евреи. Вот шедух у нас есть. Начинает обсуждать. Кому обращается? Сначала ваше мнение, Рабан Гамлель, уважаемый. Что скажет Рабан Гамлель в Третьем Милиции все-таки? Рабан Гамлель говорит, по-моему, запрещается, потому что написано в Торе. Не может войти амманеенцы, аммавитянин в общину Израиля. Очень хорошо. Что вы скажете? Видите, идет обсуждение. И Раби Ашо не в знак протеста, а я считаю, по-другому говорит. А я считаю, что можно. Сейчас будет это обсуждение. Так сказали Тусофот. Амар Лу Рабан Гамлель сказал ему Рабан Гамлель, не Геру, а своему оппоненту Раби Ашо. Я написал оппоненту Раби Ашо, потому что Раби Ашо не склоняется по-русски. Сказал Рабан Гамлель, Раби Ашо. Кто кому сказал? Раби Ашо, и Вагало Квар Неймар. Разве уже не сказано? Уже до нашего спора. В книге Дворим 23 глава, мы говорили, 4 стих, там же сказано. Ло Яво Амуни Муави Бикэгаль Ашем. Бикэгаль, потому что смехут. А если бы не было, просто Бикэгаль, Бакэгаль. Не войдет аммониец и муавитянин в общину Всевышнего. Об этом сказано. В этом стихе мы видим, что запрещено жениться на еврехах тем самым этим людям, тем самым, войдя в еврейскую общину. Нельзя. Амар Лу Раби Ашо. Хороший стих, правильно написано. Но вот еще есть другая вещь. Смотрите, как глубоко. Не просто поверхностно читаем Тору. Веки Амон Муав Бим Куманнагам Йошвин. Йошвин, тут написано. Арамецкая форма. Веки и разве Амон Умуав, Амон, страна Амона, и страна Муав Бим Куманнагам Йошвин, они что, на своем месте сидят? Те страны, которые на своих ли местах живут люди из Муава и Амона, о которых было сказано, что им нельзя войти в общину еврейскую. Жители Амона и Муава, которым Тору запретил войти в еврейскую общину, давно покинули эти страны. И их сегодняшних жителей запрет этот не касается. Разве это не так? И доказательства. Квар Аллах, уже поднялся, он пришел в Израиль, называется. Аллах, это называется, пришел, да? Квар уже приходил, Сенхерив, кто он такой? Мелах Ашур, царь страны Ашура, Асирий, Асирий. Увилбель, увилбель, бельбель. И перемешал, и все народы перемешал. И просто перемешал, а одних взял, поселил в другое место, все это перемешалось. Переселил их на новые земли, называется, чтобы они не усилились, как пишутся комметаторы, и не восставали против него. Такой был принцип асирийского расселения. Между прочим, именно первые асирийцы вроде бы, судя по нашим книгам, начали употреблять вот такой прием изгнания или переселения. Они просто выгоняют кого-то и уходи, как хочешь. Нет. В нашей империи есть место. Вот вы живете здесь, будете теперь жить здесь. Переселили народы. Они были первыми. Шенеймар и показал, что так оно и сказано. Как сказано Шенеймар про Санхерива. Об этом сказано в книге пророка Ишаяху, 10 глава, 13 стих. Сейчас этот стих приводится. Так сказано, как будто он так говорит. Очень непростое предложение. Вообще, мало того, может, понять сразу. Нужно вообще комментарий читать. Ну, асир гвулот амин, амим, называется, стёр. Асир, да, стёр я, асир. Гвулот, границы между народами. А дальше, ве атудотей эгэм шосэти. Шосэти вообще унизить, сделать безайон, позор, разграбил. Кого? А атудотей эгэм сокровищницы. Так, вы знаете, кто это так переводит? Это мецудат Давид. Комментарий на тонах. Он просто на еврит переводит, на наш нормальный, понятный еврит, переводит все эти выражения. Ве шосэй, шосэти. Это вообще такой странный глагол. Это называется... А, вот это как раз будет безайон. Опозорить. Кабир йошвин, тот, кто сидит уверенно на своём месте. Так сказано про сын Хирива, который похвалялся, что я сделал. Стер границы между народами. Всё, что можно, разграбил. А кто были? Кабир, сильный, мощный. Всех я их тоже разграбил. Йошвин, который сидел так мощно на всех местах. Начальники, властители. Угаон несколько другой перевод. Стер границы между народами. А вот насчёт сокровищницы, он так сказал, истёр границы между городами. Вообще всё постирал. Так Гаон, Веленский Гаон, Ильяв из Вильны перевёл всё это. А раз так написано, то поэтому аммонейцы могут находиться в любом месте. С тех пор, как что, сын Хирив их раскидал везде. В то время, как нынешние жители вот этого места, которое ещё место называется ОМОН, место же называется, скорее всего, не являются потомками того народа, того племени, которому по Торе нельзя войти в еврейский народ. Почему? Потому что у нас есть такое положение. Сейчас он скажет, почему так нельзя сделать. Значит, здесь был ОМОН и запрещается жителям этого ОМОНа жениться на еврейках, на наших женщинах. А потом взяли их и что? И расселили. А здесь какие-то другие люди. А он пришёл отсюда. Кто вам сказал, что он из потомка этого ОМОНа? На что можно сказать? А почему вы сказали, что не из потомка? А он остался. Вообще все расселились. Вот пришёл человек, может быть, он аммонеец. А он на это приводит правила рабящего. Он так говорит. Потому что так сказано у нас. И все, кто ушёл откуда-то, они теперь ушли от большинства. Теперь мы будем судить по большинству. Я сейчас скажу в двух словах, что это означает. Такое правило. Идём за большинством. Большинство людей в мире не аммонейцы. И поэтому после Санхирива даже жители страны ОМОН не считаются потомками древних амморейцев, которым запрещено, да, в эти наши кихороны, пока не доказано, противоположно, пока мы не докажем, что он именно аммонеец. То есть, можно сказать про этого Иуду Гера. А именно, он пришёл к нам с вопросом, скорее всего, он не аммонеец. Хотя пришёл из страны ОМОН. Нормальное правило? То есть, очень непростое правило. А кто нам сказал, что... Вот человек один, он потерялся, его потеряли родители. И он живёт в каком-то городе. И он теперь не имеет права не поднять ни на кого руку. Вообще ни на кого. Почему? Потому что он нечаянно возьмёт и поднимет руку какого-то горожанина. Это его отец. Смертная казнь. Если мы его не накажем в смертной казни за то, что он поднял руку на своего отца, ударил своего отца, то Всевышний накажет и на отца за то, что мы это не делаем, потому что его точно смертью убьют. А чтобы так не было, вообще-то надо бы бояться ему поднять руку на своего отца. Так вот, у нас сказано, отсюда мы учим, что нужно идти за большинством. Поскольку в этом городе большинство – это его не отцы, или человек незнакомый, то тогда мы его не будем наказывать за любого горожанина, пока не докажем, что именно этот отец. Договорились, да? Это называется «дехоль» – «Париж, миру бы Париж». Работает правило таким образом. Если объект нашего сомнения, вот мы не знаем, отец это или не отец, аммониец он или не аммониец, находится вне того множества, которому принадлежит этот запрет, сейчас не находится в том месте, где запрещено, то мы идём за большинством. Что у нас по большинству? Считается, большинство какое – нет запрета, значит, он не запрещен. А в противном случае он остаётся, запрет остаётся. Простой пример. Специально выписываю простой пример. Он очень популярен. Очень популярен. В городе есть 10 мясных лавок. В большинстве в городе евреи, и 9 из них еврейские. И кошерное мясо там робят, и можно пойти и купить кошерное мясо. А одна не кошерное, там не евреи. Одна лавка только на весь город. Там делают треф. Треф – это значит, нельзя есть это мясо. И человек нашёл мясо на улице. И по тому, как оно обёрнуто, какое мясо, ну, не видно, красонину-то видно, сразу можно сказать, да, что нельзя есть. А тут всё одинаково. По одному и тому же признаку, к примеру, трёхгоночками такими нарезаны, или курицу это сделали, ну, с мясом, здесь приводится к примеру, с мясом, то можно это мясо есть или нет? Можно. Почему? Потому что мы идём за большинством. Большинство в этом городе – кошерное мясо, значит, это мясо – кошерное. А вот если человек пошёл, купил в какой-то лавке, мясо купил, вот оно куплено в лавке, а потом забыл, в какой лавке купил, то теперь мы не можем сказать, идём за большинством, потому что оно не вышло из этой лавки, оно как бы там осталось. Если вы нашли мясо, то можете брать, оно будет кошерное. Если вам кто-то его принёс и сказал, а я у него перекупил у кого-то, кто купил в какой-то лавке, то теперь неизвестно в какой, но лавка точно была, это кушать нельзя. Не выделилось, нет Париж, не вышло. А эти аммонийцы вышли из своего места. И поэтому идём за большинством, в большинстве в мире не амморийцы, не я, не Рабария, не здесь сидящий передо мной, скорее всего, не амморийцы, и поэтому им можно войти, и нам можно войти в Кегал, Би Кегаль Ашем, взять еврейку, если ты гер, или ты еврей, нет, еврей, разговора нет, может любой человек, он кошерный. Так сказал он, да? От большинства отделилось. Но Рабан Гумриэль возражает, у него есть возражение. Аммар Лорабан Гумриэль, он им так сказал. В Галу Квар Наимар, но разве не сказано, и приводит стих из Ермиагу, 49 глава, 6 стих. Там так сказано. В Ахрай Хэн, Ашиф Эд Швуд Бней Амон, На Ум Ашем. После этого верну пленных сыновей Амона. Ашиф в будущем, Ашиф я верну сыновей Амона, так сказал Всевышний. В Аквар Шаву. И они уже вернулись, потому что мы видим, что земля их заполнена. Пророчество, которое должно исполниться, так написано в Ирмиягу. Теперь куда возвращать, кого возвращать? Из других никого нет. И поэтому пророчество исполнилось, значит, сегодняшние жители этой страны, согласно этому пророчеству, это самые настоящие аммонейцы, и им нельзя войти в еврейскую общину. Так сказал Рабан Гумриэль. Он так рассуждал. Дано пророчество, что Амон вернется. Мы видим, что эта страна снова васселена, значит, вернулись потомки бывшего Амона. Ну, не может же пророчество исчезнуть, неизвестно. Он сказал, верну, и вот вернулись. Это шутка, что ли, была? Уже вернулись. Амарло Раби Ашо. Раби Ашо сказал Рабану Гумриэлю. Вегало кварный мар, но разве уже не сказано, в другом пророке. Амос, 9 глава, 14 стих. Вэшавти эт швут ами Исраэль. И верну, вэшавти, говорят Всевышние, вэшавти, я верну, тоже пророчество, эт швут пленных ами моего народа Израиля. Как видим, это тоже пророчество. Вы все еще не вернулись. Мы все еще ждем Машиха. Какие-то евреи живут здесь, а большинство живет совсем. Не здесь. Рабан Гумриэль, можно сказать, тоже. Вот мы здесь живем, а в Бабеле большинство. Вот римляне нам ее управляют. Так что, как видишь, не вернулись. Хотя пророчество было, и страна заселена, а мы еще не вернулись. Бадайн Лушаву. Раз пророчество об Израиле не осуществилось, то, скорее всего, возможно, что и пророчество об Амоне тоже пока еще не осуществилось. Нельзя сказать, что из-за того, что мы видим, что они там заселились, а пророчество было, значит пророчество исполнилось. По евреям мы видим, что что? Что это не так. Поэтому и про Амон мы можем сказать. Пророчество есть, но как мы не вернулись, так и они еще не вернулись. А поэтому он пришел оттуда, из этой страны, не амонитянин, жениться на своей еврейке. Вообще-то возникает вопрос, почему это Раби Ашо приравнял пророчество для евреев, это замечание, мне понравилось оно, к пророчеству для Амона и Муава. Чего это вдруг? От этого одно пророчество, это другое. Есть несколько ответов, потому что возможно, что для евреев оно еще не исполнилось, для Муава и Амона оно исполнилось, мы же видим. На это отвечает Рамбан. Дело в том, что пророчество для Израиля и Муава написано одними и тем же выражениями и вместе. А поэтому можно так сказать, что как они сказаны были вместе, так и не исполнились должны вместе. И это Рамбан, но мне понравилось объяснение в приведенной книге «Решен лицеон». Ну, совершенно, мне понравилось, не знаю, понравилось ли вам. Там так сказано. Евреев вообще-то надо было выселить в Галут за многие недостойные дела. Всевышний постановил их выселить, но такое было решение принято на деле. Если они уйдут в Галут, в изгнание, а в те времена никто никогда не уходил в Галут, или убивали, или пропадали, а Галут – это значит испытание чужим народом. Если люди пропали – пропали, а тут нужно было… Они тебе никогда не забудут напомнить, что ты еврей. Тебя будут мучить, так написано в конце книги «Дворим», в частности, в главе «Китаво», который, в принципе, читался просто у нас здесь в онлайн нашем, в эту сумму. Страшное это пророчество. И проклятнее. Так вот, они уйдут в издание, они будут одни, и это будет безайон, позор для евреев. Вот какое вы племя, вас даже Бог не любит в такой степени, что с вами такую страшную вещь сделал. Никто же не знал, что такое Галут. И поэтому было приведено, был послан в мир Сан-Хириф. Пришел Сан-Хириф, выкинул все народы со своего места, и они расселились, и евреев, последним из них, и евреев он тоже расселил. И настала очередь еврейского изгнания. Согласно такому подходу, не может быть, что все народы вернулись, как говорит Раван Гамлеев, а евреи остались, потому что это позор. А поэтому придем мы явно не отдельно, и явно не последние, и раз мы не пришли, и остальные не пришли. Так сказано в объяснении решенных лицей. Читаем дальше. Ваадайн лошаву еврея. Раз так, то что пророчество об Аммоне, то и Муаве тоже не осуществилось, и поэтому этот человек не аммонеец, и поэтому может он взять в жены еврейку. Меят итиругу лаво бекигаль, итиругу леатир. Разрешили, моментально разрешили ему войти в общину, этому Иуде Геру, аммонеецу, в общину Израиля. То есть, дали право ему жениться на еврейке. То есть, большинство согласилось с аргументами кого? Раби Ашуа. Согласились они с этими аргументами, а многие законоучители считают, что Тор разрешает брать в жены еврейку тому, у кого вообще сафек есть. В Торе написано только совершенно железно, если он аммонеец, запрещается сомнение. И если есть, разрешает брать в жены еврейку тому, у кого есть такое сомнение, аммонеец, он моавитянин, даже уже из Торы, постановили отсюда. Ну, так, начаться, касается законов, мы сейчас законы не изучаем, а Гемара продолжает наш рассказ. Амара Абангамлель, сказал Абангамлель, так глубоко, Раби Ашуа, даже не то, что так глубоко, он сказал, он убедил всех, они приняли постановление по его решению, это знак с неба. Вы слышите, Раби Ашуа, знак с неба, а раз так, значит, что-то нужно делать. Амара Абангамлель, ой, из-за того, что это так, вот закон приняли по решению Раби Ашуа, это не что иное, как знак с неба, с том, что небо тоже с ним согласно. Так сказано, кстати, про царя Давида в Шмуэле, первая книга, 16 глава, 18 стих, и Всевышний с ним, это написано, что он всегда с ним, это знак такой. То же самое и здесь, раз Гахи Ава, раз так, то Всевышний с Раби Ашуа, то что? Эйзель, ваафаисе, ли Раби Ашуа, пойду-ка я помирюсь с ним, я должен признать, должен жутко помириться, попросить у него прощения. Ки Мата Левэйтэй, когда он пришел к нему домой, он к нему пришел домой сам, Хазингу Ля Аш Ля Ашята, о, хорошо, Женя, мы признаем, как Ля Ашяса, Ля Ашята, Дэвэйтэ, Дэ Мишхаран, Дэ Мишхаран, на сравнении, трудно, он увидел, Хазину, Хазингу, показали ему, Ля Ашята, Ля Ашята, что стены, не показали ему, он увидел, Хазингу, он увидел, что стены его дома, Мишхаран, на слове Шахар, Мишхаран, что они черные, Амарну, сказал он ему, кто, Рабан Гамлиэль, сказал, Раби Гашуа, Микулты Бейтеха, Ата Никар, Ка Пехами Ата, по, так очень интересно, Ашята, ашята, Ашията, это на арамейском стены, а на еврейском стены, так он, написан о том, что он увидал стены на арамейском, а сам он с ним разговаривал, мудрецы, на еврейском языке, на святом еврейском языке, по стенам твоего дома, Бейтех, Ата Никар, Ты виден, то есть может сказать, что ты, кто, Пехами, Ата Пехами, угольщик, некоторые говорят угольщик, некоторые говорят, кузнец, Некоторые говорят, вообще делал иголки, специально калил их на огне и так далее. Так иначе по своим стенам видно, что ты живёшь очень тяжело. Не знаю, написано. Сегодня я читал о том, что есть такое объяснение. На самом-то деле он не столько кузнец был, сколько он был всё равно, какие стены у него дома. Он вообще занимался всё время торой. Вот почему-то это такой плюс был написан. Хотя есть два таких подхода. Вардак и Слободка, да? Одни говорят, что жить мы должны очень красиво, а вторые говорят, что неважно жить, всё это празднор, всё это вход в следующий мир. Вот рабе Иошо вроде с тех был, который не берил свои стены. Тяжелым трудом зарабатывал себе на хлеб. Так он сказал ему, по стенам твоего дома видно, что ты вообще-то каменщик, угольщик, угольщик, кузнец. А он этого не знал, значит, получается. Рабан Гамриэль не знал, кто у него Афбейддин, в Бейда Мидрш. Сказал ему раби Ашуа, Амарло. Наверное, это был такой плач из сердца. Ой, лоля, дор, шата, парнасо. Горе тому поколению, которому ты руководишь. Так он ему сказал. Парнас, парнасо, которому ты парнасо. Это вообще кормилец. Парнасо – это пропитание. Так называли правители. Независимо от того, давали они еду или не давали. Кто руководит народом. Сейчас, если вот Мошей, царь Адавида, так несколько раз было названо, что они парнасим. Парнас. Ой, горе тому поколению. Почему? Потому что ты не знаешь о страданиях мудрецов. Чем они живут? Чем они кормятся? Парнасо – это тоже кормление. Так иначе написано было, что парнасо – мазон – это то, что называется еда, пропитание. А все остальное – парнасо. Одежда и так далее. Питание – мазон. И остальные, так написал Раш, жизненные нужды. Раби Ашо был главой Равинского суда. Человеку на такой должности вообще-то закон запрещает заниматься частной добычей средств. Он не должен работать. Его вообще не должны содержать. Раз Рабан Камлеэль не обеспокоился об этом, вот и говорится, ой, ва, ой, горе тому поколению. Ой, ло, ледор. То есть, он не должен работать публично. Не может работать перед тремя. Запрещается, так написано, в частности, в наших книгах. Кедушин так написано, в законах. По крайней мере, перед тремя уж точно. Да? Перед людьми. Парнас должен обеспечивать других, но не заниматься парнасой сам. Он один из руководителей. Поэтому это позор для общины, так объяснил Раши. Не может община такого дела терпеть. Его нужно кормить. В силу этого Раби Ашу занимался своим трудом скрытно. Скрыто. Есть такое вот объяснение. Так что Рабан Камлеэль не знал об этом. Но это, но ему, как на себе, надо было бы разузнать, чем кормятся его мудрецы. Поэтому он и сказал, говорит ему, поколению, которым ты руководишь. А Марло сказал ему Рабан Камлеэль. Знаметьте ли он? Ведь не оправдывается. Он пришел, сказал, вот ты как бедный живешь. Он говорит, вот, и ты в этом виноват тоже. Я не сказал о том, что он мне не сказал. Ничего этого нет. Не может быть среди мудрецов такого. Никто никогда не сваливает свою вину на другого. Я отвечаю за свою часть вины. То, что он не сказал, это его личные дела. Пускай разбирается с небом, с кем угодно. А я отвечаю за то, что я его не кормил. Я его обижал, он у меня стоял там. И поэтому следующее на эту фразу «Ой ли дор шата парнасо» Сказал он, А Марло, сказал ему Рабан Камлеэль. Наанетельха, наанетель, причиняла тебе страдания. Мхоль ли, прости меня. Луашгахбэй. Не ответил ничему, Раби Ашуа. Не ответил. Не взахнул, ничего не сказал. Молчит. Не простил. Асэ бешвиль квот аба. Сделай ради уважения отца. Так сказал Рабан Камлеэль. Поец. Простил он его. Только тогда. Прости меня ради отца. Не сказано, какого отца. Понятно, что не твоего отца. Не приведено. Раби Ашуа даже не сказано. Но, по крайней мере, сказано, ради моего отца имеется в виду два отца, если может быть. Или Ильяль Азакен, разначальник всей династии князей, шестым поколением, которого и был Рабан Камлеэль. Или же некоторые сказали, вот Ниссим Гаон, Ниссим – это имя. Ниссим Гаон сказал, он сказал своим отцам, Рабани Шимони Бенгамлеэль, о том самом, которого казнили римляне. Помните, были такие десять убитых властью Молхута. И он сказал, ради моего убитого отца прости меня, пожалуйста. Ведь он не сказал, что сам хорош, не дай Бог. Прости, больше ничего не хочу. Мы с вами проходили, на самом деле, еще у нас остался маленький кусочек. На самом деле, мы с вами находимся в Пэра Крвии. Изначально вопрос, молитва вечерняя, Аравит – это Хова или Рашут? И было сказано, что один ученик пришел к Раби Ашу, потом он пришел к Рабан Камлеэлю, и все еще мы не знаем имя этого ученика. Кто все это сделал? И зачем он это сделал? И так получилось, что специально Рабан Камлеэль создал специальную эту ситуацию, когда Раби Ашу стоял перед всеми, потому что он сказал, попреки его мнению, против Наси, стоял перед всем классом. Все остальные его зароптали, потому что это уже не первый раз был. Свергли его и выбрали кого. Раби Ашу его не годится. Он сын Геров. Раби Ашу его не годится, потому что он участник этого конфликта. Раби Ашу выбрали Раби Лазара бен Азари. И он пошел советоваться со своей женой, и помните всю эту историю, он сказал, что тебя свернут, он говорит, ну достаточно стакан держать хотя бы на один день для нашего, я добавляю каждый раз, кедуша, не сказано про кедуша, но им нужно воспользоваться. Так иначе он сказал, что ты не седой, и у него тут же моментально появились 18 этих полосок, этих рядов белых волос, и его выбрали. И Роман Гаммель расстроился, не написано, что он расстроился и пошел, мы этого боялись, да, плакать Всевышнему, и вот он всех накажет. Мы еще об этом поговорим. Пока он очень мирно пошел учиться, но расстроился. Ой, я неправильно, оказывается, устроил заведение все наше, поставил сюда часового сторожа, прислужника, чтобы не входили лицемеры сюда. И ему были показаны кушины с землей, чтобы его успокоить. После чего он успокоился, внесли 400 или 700 скамеек в наш Бейда Минраш, 300 скамеек для нас и вами, кто сидит вот по эту сторону объектива, по эту сторону окуляра. Да, Роман Гаммель тоже учился. В частности, он участвовал во всей этой истории с аммонейцем, который пришел и сказал, я хочу жениться на еврейке, могу ли я это сделать, вроде бы нельзя было, и раби Ашва доказал, что можно, если это было принято, и раз было принято по мнению раби Ашва, Робан Гаммель пошел к нему мириться, и помирились. Только когда? Только когда он попросил простить его ради своего отца. Это самое большое прощение и заслуга отца. Сегодня все, а в следующий раз мы посмотрим, чем заканчивается вся эта история. Обещаю вам тоже интересное продолжение, интересный конец. Всего хорошего вам. Шалом, шалом. Шалом, шалом. Продолжение следует...